Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И вышел Иисус опять к морю И весь народ пошел к нему И он учил их Проходя увидел он Левия Алфеева Сидящего у сбора пошлин Говорит ему Следуй за мною И он встав последовал за ним И когда Иисус возлежал В доме его Возлежали с ним и ученики его И многие мытари и грешники Ибо много их было И они следовали за ним Книжники и фарисеи увидев Что он ест с мытарями И грешниками Говорили ученикам его Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками Услышав сие Иисус Говорит им Нездоровые имеют нужду во враче Но больные Я пришел призвать не праведников Но грешников к покаянию Толкование блаженного феофилакта По совершении чуда Над прокаженным Господь уходит к морю Вероятно ища уединения Но народ снова стекается к нему Познай же Что по той мере Как ты станешь избегать славы Она будет гоняться за тобой А если ты будешь гоняться за нею Она убежит от тебя Вот и Господь только что удалился к морю Как народ опять бежит вслед за ним Однако он и отсюда ушел И на пути уловил Матфея Именуемый теперь у Марка Левий Есть Матфей Так как он имел два имени Посему-то Лука и Марк Скрывая настоящее имя Называют его Левием Но сам он не стыдится Напротив Откровенно говорит о себе То есть говорит, что он мытарь Матфея 9.9 Так и мы не будем стыдиться Открывать грехи свои Левий сидел у сбора пошлин Занимаясь по обязанности своей Или взыскиванием податей с кого-нибудь Или составлением отчета Или чем другим Что обыкновенно делали сборщики податей В местах своих занятий Но теперь Так оказался усерден ко Христу Что оставив все Последовал за Ним И в великой радости Созвал многих на обед А фарисеи начинают винить Господа Представляя себя, конечно, людьми чистыми Видите, какой пример Последовал за Христом Он не стал колебаться Вот у меня там то-то, то-то есть Нет, я это не оставлю Пошел Вот это надо внутренне последовать за Христом Волевое такое усилие сделать Я буду служить Господу А не Лукавому Будут падения Но снова надо вставать и идти Таких примеров множество Из жития святых Когда дети проявляли героизм в вере И шли на мучения Дети, как вера, надежда, любовь, матери, София Всего там 9, 10, 12, кажется, лет Всего лишь Кому 9, 10, 12 лет из вас? Руки поднимите выше Ну вот, пожалуйста Вот такие они были Мальчики там тоже Герои веры Когда шли на мучения Они боялись Наоборот, могли умолчать, что они христиане А видят, что христиан на казнь ведут Они, о, давай с братом там скажем И мы тоже христиане Пострадать хотим Видите, герои веры Это Бог так делает Надо довериться Богу Без Бога мы Ничтожество Мы просто грязь Так сказать Прах и пепел Так святые В самоуничижении говорили Про себя Что я прах и пепел Или я, говорит, червь, а не человек Как Давид говорил А с Богом мы сильны Во Христе Поэтому не надо себе прислать что-то Даже способности какие-то музыкальные Или что-то там рисуешь хорошо Память хорошая Это Бог дал тебе Разум дал Господь Чтобы мы познавали Слово Божие А мы его портим разум Очень сильно Я смотрю Среди верующих тоже Дети, которые играют в компьютерные игры Сильно отличаются От тех, которые не играют Какие-то у них провалы в памяти И видно Что учатся хуже То есть это воздействие Специально так сделано Чтобы вас заманить Все в такой красивой обверточке Вам преподносится Игра Фильм какой-то такой А там что-то есть такое заложено Что вредно для души И сатана на этом вас погибель ловит Сколько роликов в интернете Когда играющие в компьютерные игры Их потом отчитку делают Прям беснуется Парня одного показывают Ну может лет 20 ему Беснуется И сатана не хочет из него выходить Но находятся священники Которые смелые такие Отчитку делают Чтоб изгнать демонов Молитвы читают Окрапляют святой водой Крестом его Такое беснование У нас дядя Женя Дьякон Ездил в Ишим Давно еще И там Ишим это Сибирский город Может слышали Такую Кто географию изучил Я слышал И вот там Встретил такого бесноватого Ну он Ходит по храму Ну как-то он себя ведет Видно что Что-то у него не то И он с ним мог поговорить Даже То есть он нормально Разговаривает Что с ним случилось Я говорит в компьютерные игры Играл Из экрана Как такое Темное облако Вышло и вошло В меня Я с тех пор стал бесноваться И вот это Господь Ко благу делает Свидетель Анзотаус У него есть Можно сказать Как послание Или как бы Письма К стагирию Монаху И тоже Господь Этому монаху Дал такой крест И тоже Святитель Анзотаус Очень Так Умно пишет Опираясь во слово Божие Что Это все на пользу На пользу Потому что люди Мира сего Живут Пьянство Это тоже беснование Матерщина Блуд и так далее Прелюбодеяние Это все беснование Но они живут Радостно И ни о чем не думают А с тобой Говорит Это случается Как покаяние Господь ведет Поэтому это тоже Ко благу Чтобы покаялся человек И он пошел В храм этот Бесноватый Время от времени Как-то Господь его Подвигает К молитве К посту И снова с ним случается Вот так вот В компьютерные игры Не играйте Вы уже это слышали Не раз Даже самые маленькие Да вроде безвредно Но время там Уходит Время как вода В песок В стихотворении Угнать Тихонца Есть такое Все уходит В это время Ты мог книгу Почитать Мог бы Познавательный фильм О природе Посмотреть Сколько у нас О природе О морях Океанах Фильмов Нет Все это Вот эти Всякие кнопочки Нажимаешь Прыгалки там И прочее Какие-то шарики Передвигаются В голове у тебя Шарики Ролики Ничего нету Ничего не запомнил А особенно Заметно Такие дети Они слова Священного Писания Не воспринимают А у меня нет памяти И все Ну как нет у тебя памяти Парень 15 лет А вот компьютерные игры Все отшибают И вот следовать за Господом Оставить это все Нам Господь Царствие Божие Приготовил Всем там места хватит Только надо войти Стремиться Бежать Туда Все оставить Свои греховные Все свои привычки Своё мнение А то Уже в таком возрасте Своё мнение Уже что-то рассуждает Оно заблудшее Твоё мнение Ты опирайся на Слово Божие И слушай старших Они плохому тебя не научат Вот Матфей последовал Мытаре Он Собирал пошлины Они самые Можно сказать Призренные были В Израиле Почему? Потому что Собирали пошлины Со своих же А Палестина Израиль Под владычеством Рима была Войска Помпея Великого полководца Захватили В 60-е годы До Рождества Христова До Рождества Это была провинция Конечно же Израильтяне Были патриотами Многие И хотели освободиться От римского гнета А тут еще собирает Свой же еврей Пошлины Ах ты Ненавидели они его Мытари Да и вообще Всех этих мытарей То есть Это для них были Как последние Люди С 18-го по 20-й стихи Ученики Иоанновы Фарисейские Постились Приходят к нему И говорят Почему ученики Иоанновы И фарисейские Постятся А твои ученики Не постятся И сказал им Иисус Могут ли поститься Сыны чертога Брачного Когда с ними Жених Да коли с ними Жених Не могут поститься Но придут дни Когда отнимется У них жених И тогда будут Поститься в те дни Вот Сектанты говорят Где о посте Говорится Вот Отнимется Жених Будут поститься У нас установлено Четыре больших поста И среда Пятница Вот А в первые века Великий пост был Потом уже Со временем Установили Ну это Монашество Сидать Нам Господь дает Не есть Не пить Настоящий пост У нас были ребята Которых Которых Лишний вес Был Вот И Пират Тихоничем Слово Божие Проповедовал Они пожелали Не есть Не пить А потом Сухарики И вода Диеты Как он называл Галатийская Почему Сейчас я не помню Галатийская Что-то связано С житей от святых По-моему В Галатии Там голод был Я сейчас не помню Могу вам Ошибиться Не то сказать Лишний вес Это лишние болезни Запомните Надо физически Развиваться Отжимайтесь В свободное время Подтягивайтесь У нас тут Раньше был Рукоход Потом сломался Ну там На территории Где Надежда Васильевна Там сделали Рукоход Надо заниматься Слава юноше Сила его Повторим Слава юноше Сила его А украшение Стариков Седина А украшение Стариков Так вот Запомните Хотя бы Первую часть Слава юноше Сила его Поэтому Ты должен быть Крепким На добрые дела Дрова колоть Вон дядя Володя Вас научит Как правильно Колоть Он как дятел Колит Быстро Вот И воду носить Мышцы должны быть крепкие Я раньше Когда в школе Учился Занимался Ну я рос В неверующей семье У меня занятия были В неделю Три занятия По два часа Чтоб мышцы Накачать Мы замеряли Специально С другом На турнике По два часа Крутились По два Собирались В компании Кто-нибудь Сделает Передний вывод Называется Десять раз Знаете Передний вывод Выход А у вас Неинтересно Ни туда Ни сюда Некоторые Книги Книги Ну это хорошо Надо всесторонне Быть развитым Вот так вот Господь нам Сегодня Даровал Слово Мы услышали А многие Люди Уже не проснулись Сегодня И не услышат Этого слова Вообще И как Сбежавшие Сзада Попадут Туда Где много Говорит Хороших Людей Недостаточно Быть Просто Хорошим Человеком Надо во Христа Уверовать Принять Его в свое сердце Поверить Что Он Заместительная Жертва За меня Я должен был На кресте Висеть А Он За меня Там Страдал Он Искупитель Он Выкуп Внес За мои Грехи Никто Не может Этого Сделать Только Богочеловек Сделал Вот так Вот Это самое Главное Что Мы вам Говорим Запомните Христос Мой Спаситель Нужно Усваивать Себе Именно То Что мы Прочитали Господь Меня Призывает Чтобы Я Следовал Матфея Это Я Себя Поставь На его Место Я Еще Хуже Мытаря Этого Потому Что Столько Грехов Натворили Даже И в детском Возрасте Уже Начинают Изобретать Какой Нибудь Пакость И Зло Ну Вот Насчет Пакости Как раз Мы Перейдем Вчера Мне Кто-то Сказал Что Там Вокруг Туалета Бумага Валяется Причем Уже Использованная Бумага Уже Грязная Которую Надо В дырку Бросать Об этом Тоже Приходится Говорить Потому Что У нас Жизнь Идет А не То Что Мы Хорошее Будем Выставлять А плохое Будем Утаивать Все Как Есть Мы Выставляем Мы Открыты Всем Игнать Тихо Снират Это Говорит Я Открыты Говорит Желую Ну Кто Это Сделал Конечно Ж Сознаться Они Со Скрежетом Не Сознаются Кто Бумагу Разбросал И Внутри Тоже Туалета Там Тоже Разбросана Была Чего То Ничего Надо Было Сберкнуть Мужской Туалет Крайний Самый Первый У кого То Видно Непеляна Рассорвалась Бывает Такое Кто Сделал Почему Не Убрали За Собой Вот Вопрос Какой Утаиться И Все А Когда Было Витя Когда Было Когда Мы Были В Деревне Может Когда Разбружали Может Еще Раньше Нас Когда Не Было Бумага Прям Даже Часть Использована Часть Чистая То Видно У него Случилось Что Заболело Разверглась Шрева И Он Давай Этой Бумагой Даже Не Отделять Листики Стал Что У него Случилось Ну Хорошо Кормят Ну И Что Бывает Такое Ну Почему Не Собрал За Собой Потом Написи Ну Кто Сделал Нет У нас Никто Это Не Делал У нас Это Все Илюша Сделал Прибежал Сходил И Убежал Все Бумагу Разбросал Теперь Во все Во все Во все Во все Во все В кучки Ходит Все На Илюшу Сваливаем Не Ребят Так Дело Не Пойдет Сюда Подойдите Ближе Бумагу Эту Сдалека Привезли Ее Таскал Игнат Тихонович И мы Помогали Ему Он Потом Позвоночник У него Болел То есть Не Всегда Что-то Если Делает С избытком Для будущего Для других Поколений Он Думает Не о себе И Нас Этому Научает И Поэтому Бумагу Надо Беречь Тоже Как Мы Говорим Про Воду Вы Льете Сильно Много Воды Бумагу Беречь Как Использовать Ее Одну Бумажку Это Не на Раз Использовать Использовал Завернул Ее Там Чисто Снова Использовал Поэтому Не Так А то Тут Целые пачки Выброшены У нас Была Девочка Которая Любила Пакости Делает И в женском Туалете Она Прям Эти пачки Чистой Бумаги Сбросила Игнать Тихонич Придумал Наказание Вышку Видите И Нарезано Было Газеты Много Много Ну Целая Пачка По подобию Что она Сбросила И она На вышку Залазит И Сбрасывает Эти листья Причем По одному И они Чик Чик А ветра Тогда Сильного Не было Они Падали Потом Она Снова Их Все Собирает И так По моему И то ли До обеда Я сейчас Точно Не помню Это Было Больше Десяти Лет Назад Вот И Потом Она Ни одной Бумажки Не сбросила Адекватное Наказание Клин Клином Говорят Вышибаем Зачем Это Делать Не надо Это Делать Что Это Сделал Можете Отдельно Ко мне Подойти И поговорить Что там Я Что Буду За это Наказывать Просто Она Была Собрать Эти Бумажки Все И Когда Входите В туалет Тоже Простите Мимо Не ходите Бывает Специально Это Делается Свинство Это Русское Свинство Туалеты Где Остановки Мы Делали Ну Простите Загажены Все Русси Швайн Это Все Пред Богом Делается Зачем Это Даже В Библии Написано Сходишь Лопатка Должна Быть Вне Стана Сходишь По Большому И Зароем Ибо Посреди Тебя Кто Господь То есть Пред Богом Ты Живешь Ты Живи По Совести По Совести Ну Извини Ты Сходил В степь И пойдет Ко-нибудь Пастух И попадется На Эту Мину На Твою Мину Зачем Это Ты Делаешь Даже Это Все Библия Об этом Говорит А то Говорят Кто Написал Но Это Безумные Люди Как Правило Бесноватые Кто Написал Библию Бог Посредством Людей Пророки Апостолы Писали Будучи Движимы Кем Духом Святым Поэтому Каждое Говорит Златоус Слово Каждую Черточку Не Упускайте Из 77 Книг Нам Господь Дал Православным Какое Чудное Наследие Сокровище Ну Что Хотел Мао Цзадун Когда ходил С телохранителем По саду С лопатой С телохранителем Если Мао Цзадун Хотел С 100 Он Всегда Вставал С телохранителем Знав Ходил Под Кустик С телохранителем Закапывал Под Все Это Реально Про Мао Цзаду Такое Слышнение А Он Кто Даже Атеистом Был И то Нам Пример Атеист Нас Научает Мы Должны Всему Научиться Не Только Там Если У Безбожников Что-то Есть Хорошее О да Они Безбожники Нам Не Принимать Нет Мы У них Учимся Вот Такой Пример И Жизнь Слава Тебе Боже Нас Слава Тебе На Работу Так Сейчас Просьба Значит Кто Из Вас Ты Наверное Поведешь 12 человек Которые Пилят А мне Самых Маленьких Галерку Оставь Я С ними Тут Пополиваю Немножко Цветочки И я Буду Тестом Заниматься Заниматься